Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Главу поселения в Кировской области сняли с должности из-за коррупции речь о теперь уже бывшем главе ГОСТовского сельского поселения Шабалинского района. Как выяснилось, во время прокурорской проверки он незаконно более полугода совмещал муниципальную службу с коммерческой деятельностью, являясь единственным участником и руководителем управляющей компанией Домсервис. Прокуратура Шабалинского района в суде потребовала устранить выявленные нарушения законов. Дело дошло до апелляционной инстанции, которая признала требования прокурора обоснованными. Полномочия главы поселения были досрочно прекращены. Проект бюджета Кировской области обсудят на всех уровнях. Начинается формирование регионального бюджета на следующий год. Вопрос обсудили на еженедельном совещании в правительстве. Глава региона Александр Соколов отметил, что в следующем году продолжится адаптация экономики к изменившимся внешним условиям, в том числе к введенным санкциям. Но при формировании бюджета все социальные обязательства должны быть выполнены. В частности, все госпрограммы, нацпроекты, реализованные в регионе, собираются профинансировать в полном объеме. Кроме того, Соколов поручил проанализировать и рассмотреть расширение мер поддержки в сфере демографии. Планируется, что, как и в прошлом году, проект бюджета пройдет обсуждение на всех уровнях с депутатскими фракциями ЗАГС Собрания и в рамках публичных слушаний. В эфире экономика. С 1 октября пропадет доступ к сайту госуслуг. Произойдет это, если пользователь портала не настроит двухфакторную аутентификацию. Как пояснил в эфире нашей радиостанции министр информтехнологии и связи Кировской области Алексей Сухих, после 1 октября восстановить доступ к личному кабинету на госуслугах кировчане смогут только через офисы МФЦ. Министр пояснил, что двухфакторная аутентификация является дополнительной защитой данных пользователей. Ее настройка занимает всего пару минут. Сделать это можно через личный кабинет в разделе «Безопасность». Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.